В третьей попытке суд начал рассматривать дело Олега Соколова, историка, который обвиняется в жестоком убийстве своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Сама история, произошедшая в ноябре прошлого года, изначально похожа на грубый анекдот. Преподаватель и студентка. Разница в возрасте больше, чем девушка на свете пожила. Хотела уйти – убил. А когда скидывал части тела, в мойку поскользнулся, упал, очнулся на скамье подсудимых. Именно амнезию и демонстрируют 63-летние ученые. По возрасту все сходится. Судья несколько раз спрашивала, признает ли Соколов себя виновным, а тот несколько раз уходил от ответа. Дескать, отвечу после предоставления всех доказательств. Но могут ли они быть весомее отрубленных рук в рюкзаке ученого и оружие в кармане куртки, вместе с которыми его и выловили из мойки? Городские камеры все зафиксировали. Для тех, кто упустил детали этого громкого дела, Ещенко у Соколова была не первая. Но первая, кто ушел ногами вперед и еще и по частям. Простите за грубость. Другая девушка тоже из числа студенток. 10 лет назад отделалась побоями. Заявления в полиции должным образом не отреагировали. И все повторилось. Все пасти Соколова, помимо того, что были из числа студенток и в разы младше именитого ученого, так еще и походили внешне на жену Наполеона, которым грезил Соколов. Да именовали его в ученом среде не иначе, как Сир. Сир, обращаясь ко мне, как-то все сразу подхватили. И все, это вот уже 40 лет Сир. Сир, карета подана. Точнее, автозак. Вот только он все еще водит историка Олега Соколова не на зону, а туда-обратно из СИЗО в зал суда. Народный суд сразу признал Соколова душегубом. Доцента на следственный эксперимент привозили в бронебойной каске и бронежилете. Но истинная война продолжается на словах. А в ораторском мастерстве Соколову и его адвокатам не откажешь. Хотя бы в том, как искусно затягивается процесс. Чехарда с защитниками. Просьба ознакомиться с вещдоками, в числе которых и телефон с видео последней ссоры, которая потом случайным образом попадает в интернет. Вот она. Уйди с дороги, отпусти меня. Не уйду с дороги. Уйди. Я тебя не люблю больше. Я помню. Я это помню. За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить? Кто? Ещенко как загнанный зверек. Нервы на пределе. А доцент словно издевается. Снимает на камеру. Это позже он скажет, что никогда не видел такой агрессии, что его бедная Настенька превратилась в чудовище. И вообще Соколов пишет книгу о своей великой любви. Любил, плакал, но моральных сил хватило разрубить на части. Кстати, жертву свою Соколов застрелил спящий. После ссоры он наговорил Анастасию вернуться в квартиру. Обещал отпустить. Поверила. Осталась. Уснула. Вот так русский Наполеон владел умами людей. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова Олега Валерьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 1 статьи 222. В понедельник в рамках уголовного дела выступил первый свидетель, врач-анестезиолог-реаниматолог Игорь Квактун. Он оказывал медицинскую помощь Соколову, выловленному из реки Мойки. Сначала доцент вел себя неадекватно, кричал, чтобы его не трогали. Медики связали это с переохлаждением. Это типичное поведение. Но вот когда страшную находку обнаружили, а профессора привезли в Мариинскую больницу, врач задал вопрос Соколову. Он вполне спокойно, нормально сказал, что меня тоже это где-то удивило в тот момент, естественно, вся эта ситуация. Он говорит, я преподаватель университета. Я выпивал с друзьями-офицерами. Вышел прогуляться. Увидел, что плывет какой-то рюкзак. Меня заинтересовало его содержимое. Решил его достать и каким-то образом оказался в воде. Но вот другие части тела Ещенко, найденные в квартире Соколова, эту версию опровергли. А на что рассчитывает Соколов и его адвокаты? Признание расчленения тела несчастным случаем, а выстрел в висок спящей женщины с самообороной? Экспертиза показала, Соколов вменяем. И лично мне мало интересны детали, которые могут всплыть в ходе расследования этого дела. Только приговор, причем самый жесткий, без оглядки на пенсионный возраст и детали этого странного мезальянса. Анастасия Ещенко нет в живых, а Олег Соколов продолжает ездить в суд очередной 29 июня. Но этому аду когда-то должен прийти конец. В комментариях вы пишите, зачем снова говорить о Соколове, зачем вспоминать все детали трагедии. Нужно и говорить, и вспоминать, чтобы за преступлением последовало наказание, а не забвение. Продолжение следует...